Всем привет, меня зовут Егоров Артём, и сегодня мы продолжим создавать игру под названием Сапёр. И напоминаю, что на этом уроке мы с вами собирались расположить мины на нашем игровом окне. Мины у нас будут располагаться рандомно, то есть в случайных кнопках, и, соответственно, самая главная задача — это выбрать, в каких же кнопках будут мины. И здесь есть несколько вариантов подойти к этому вопросу. Первый, самый очевидный, — это, конечно же, выбирать координаты случайным образом. То есть мы выбираем, в каком ряду, допустим, вот в этом ряду, и далее выбираем, в какой из колонок. Вот, допустим, вот в этой колонке. Отлично, таким образом мы можем расположить одну мину. Но, смотрите, мы будем располагать несколько мин. Соответственно, это будет цикл, который, повторяется, будет, сколько мин нам нужно расположить. Вот, и здесь могут быть такие ситуации, что мы будем выбирать одинаковые координаты. Ну, то есть, например, два раза выберем одну и ту же координату, вот эту, например. Соответственно, больше одной мины в одну клетку мы расположить не можем. И мин у нас, в общем, получится меньше, чем мы планировали. Вот, поэтому здесь нужно как-то придумывать, исхищряться, чтобы не было вот этих коллизий, или, другими словами, пересечений. Поэтому есть второй вариант, как это сделать. Мы можем с вами наши бомбы пронумеровать. То есть, вот прямо в таком порядке. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, когда ряд закончится, мы идем на следующий ряд. Восемь, девять, десять и так далее. То есть, у каждой нашей кнопки будет порядковый номер. И далее мы с вами также знаем, сколько у нас всего кнопок. Это нужно ряды умножить на колонки. Семьдесят. Вот, и у нас числа будут от одного до семидесяти. Это последняя кнопка. И мы просто выберем, сколько-то случайных чисел из вот этого интервала. От одного до семидесяти. Вот, эти числа не будут повторяться. Как это сделать, я сейчас уже скоро покажу. И мы точно исключим здесь коллизии. Вот такая вот у нас идея будет расположение бомб. Но чтобы эту идею воссоздать, нам нужно все наши кнопки пронумеровать. Для этого, смотрите, мы можем, допустим, в методе init сделать следующую вещь. Мы можем завести просто обычный счетчик. У нас будет начинаться с единицы. Мы будем ее передавать в создание нашей кнопки, то есть в myButton. Соответственно, здесь она должна у нас приниматься. Давайте это будет у нас переменной number. И этот number мы будем с вами сохранять в качестве атрибута нашего экземпляра. То есть каждая кнопочка будет иметь свой номер. Вот, и значит в number я здесь передаю номер. Это переменный count. И с каждой кнопкой у нас count будет увеличиваться на единичку. То есть просто плюс равно один. Отлично. Каждая кнопка теперь у нас имеет свой номер. Это атрибут number. И мы можем здесь также выводить координату и номер нашей кнопочки. Напоминаю, это мы делаем в методе repr. Он отвечает за то, как наши кнопки выводятся на экран. Вот здесь я вывожу number. Перезапускаем программу. И вот, обратите внимание, смотрите. Вначале идут координаты, а потом номер нашей кнопки. Вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот идет восемь и так далее. Самый последний это 70. Отлично. Номера мы раздали. И далее нам понадобится с вами модуль random. Не весь, конечно, модуль, а конкретные некоторые функции из него. Первая такая функция называется shuffle. Она позволяет перемешивать какую-то коллекцию. Что это за коллекция будет, давайте я покажу в консоли. Смотрите, что я могу сделать. Я могу создать лист из интервала чисел. Нам же нужно интервал чисел сделать от 1 до 70. Ну, в нашем конкретном случае, да. Здесь я должен воспользоваться функцией range. Указать начальное число и конечное. Но конечное не берется. Вот, смотрите, у нас есть список из 70 чисел. Но он достаточно большой. Давайте сделаем поменьше. Допустим, нам нужно до 15. Значит, я указываю 16. Отлично. Вот эти значения мы с вами можем положить в какой-то список. Давайте назовем его a. Мы сейчас видим, что числа у нас располагаются в порядке возрастания. Так работает функция range. И что я делаю? Я вызываю, точнее импортирую из модуля random функцию shuffle. И передаю ей на вход просто наш список a. Обратите внимание, я даже не пишу вот так вот. А равно shuffle. Так как наш список изменяем объект, shuffle его автоматически изменит. И вы можете вот наблюдать за этим вот здесь, в правой стороне. Смотрите, я запускаю эту ячейку. И смотрите, у нас все с вами перемешалось. Ну, а дальше нам нужно просто взять, например, с начала нашего списка столько чисел, сколько у нас будет с вами мин. Допустим, если у нас будет с вами 5 мин, то мы просто берем срез с начала списка по 5 элемент. И вот видим первые 5 случайных чисел. И эти числа так раз будут номера кнопок, где мы будем располагать с вами мины. Вот такая вот идея. Значит, что нам нужно? Во-первых, мы заводим с вами еще один параметр нашей игры. Это сколько у нас мин с вами будет. Давайте расположим 15 мин. Отлично. Дальше мы создадим с вами метод. Внутри нашего класса, который мы назовем, давайте так, getMinesPlaces. То есть в переводе получить расположение бомб. Отлично. И здесь, как мы с вами делали в нашей консоли, мы копируем вот эту строчку. То есть мы формируем числа от 1 до нашего общего количества кнопок. Только у нас здесь будет не 16, а мы обращаемся к нашему классу Minesweeper. И колонки умножаем на ряды. И не забывайте плюс 1. Это обязательное условие, потому что иначе у вас будет на единичку меньше. Давайте назовем это indexes. Дальше мы индексы перемешиваем. То есть вызываем функцию shuffle. И последний наш штрих – это возвращаем какое-то количество мин. И это будет зависеть от нашей переменной Mines. Сейчас у нас с вами 15 мин. Итак, этот метод нам нужно с вами проверить. Поэтому давайте вот здесь. До начала игрового цикла мы вызовем self-get mineplaces. Отлично. Но чтобы увидеть результат, нужно его распечатать. Итак, запускаем программу. Вот смотрите, мы с вами получили 15 случайных чисел. И они здесь не повторяются. Если я изменяю Mines на, допустим, 7, перезапуская программу, мы с вами получим уже 7 случайных чисел. Отлично. Вот этот метод нам только возвращает индексы min. То есть сами min он не расставляет. И обратите внимание, что patchr нам подчеркивает эту строчку. И он нам говорит о том, что у нас self нигде не используется. То есть сам экземпляр нам не нужен в этом методе. Поэтому этот метод можно сделать статичным. Или static метод. Про static методы я вот снимал отдельное видео. Так что можете его тоже посмотреть. Я там подробно про него рассказывал. Ну и осталось нам, конечно же, min расположить. Итак, для этого мы создадим еще один метод. InsertMines. То есть в переводе обозначается вставляем бомбы. Вот он уже будет их располагать. Каким образом? Смотрите. Мы можем скопировать вот эту строчку. То есть у нас здесь находится вложенный список наших кнопок. Мы проходим ряд кнопок. Далее. Для каждого ряда кнопок мы уже будем конкретно проходить кнопки в ряду. И что мы делаем? Во-первых, мы получаем индексы. Это до нашего цикла мы делаем. Назовем эту переменой indexMines. И, соответственно, спрашиваем. Если у кнопки, мы помним, теперь есть номер. Это атрибут number. И вот если этот номер находится в этом списке, в котором мы выбрали случайных чисел, тогда мы у кнопки изменяем атрибут isMine. Помните, при создании кнопки этот атрибут всегда был равен лжи. То есть мы сразу говорили, что в нашей кнопке никто не является бомбочкой при создании. Но вот настал момент сказать, что все-таки кто-то будет бомбой. Мы ставим это значение в true. И нам осталось это проверить. Поэтому здесь я выведу, во-первых, индексы наших бомб, чтобы мы точно убедились, что бомбочки нас правильно расставились. И дальше, что мне еще полезно будет. Вот здесь вот, помимо наших трех атрибутов, я выведу еще один атрибут. Бомба это у нас или нет. Соответственно, self isMine. Запускаем программу. Давайте подвинем наше окошко. И посмотрим. Да, обратите внимание, смотрите, у нас везде здесь false стоит. Потому что я создал метод, но забыл его вызвать. insertMines мы будем использовать внутри нашего метода start. И здесь нужно понять, в каком последовательности. Смотрите, вначале мы создаем виджеты, потом печатаем кнопки. Соответственно, если я поставлю вот здесь вот, insertMines, то распечатается без бомб. Поэтому я должен перед распечатыванием наших кнопок вызвать этот метод. Ну вот и все. Я думаю, сейчас уже все сработает. Давайте перезапустим. Вот, смотрите. У нас есть индексы наших бомб. Самый ближайший это 16. Давайте его найдем. Вот, смотрите, 16. И напротив него стоит true. Вокруг него одни false. Вот 24 true. Он тоже здесь есть. 37. 37 вот здесь вот. Ну и так далее. Вы можете это спокойно проверить. Кнопок у нас сейчас много. Давайте их сделаем поменьше. Допустим, 5 рядов по 3 кнопки. То есть всего кнопок у нас будет 15. Давайте перезапустим. Итак, номера. 2, 3, 5. Смотрим. 2, 3 в true. Единица false. Вот 5 в true. Кто у нас еще? 6 сюда попадает. 8. Ну, в общем, все работает. Отлично. Бомбочки мы с вами научились расставлять. А на следующем уроке мы с вами будем описывать, что должно происходить по нажатию наших кнопок. Ну а на этом у меня все. Не забывайте отблагодарить меня лайком, если это видео вам понравилось. И увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok